Всем большой привет! Решила с вами поболтать и снять запросики о моих кулинарных предпочтениях. В общем, кулинарный тег. И вот я подобрала несколько вопросов, которые мне задавали, что-то вычитала с интернета и вот решила сделать такой небольшой кулинарный тег. Итак, с чего начнем? Первый вопрос. Твое самое любимое блюдо? Ну, если вот так вот серьезно замыслиться и подумать, какое вот мое самое любимое блюдо, которое я ела каждый день, это, наверное, все-таки вареники с творогом, сыром, со сладким творогом. Да, это мое еще самое любимое блюдо с детства. Так, следующий вопрос. Какое первое блюдо, которое вы научились готовить? Ну, это была смешная история. В принципе, я жила с бабушкой, и у меня допуска кухни вообще не было. Как бы она все делала, подогревала, убирала, как бы таким избалованным ребенком росла, скажем так, и поэтому я ничего не умела готовить. И вот как-то я осталась у своего парня, то есть будущего мужа, и он пошел в ночную смену, и я думаю, чем же его там побаловать таким вот интересным? Ну, думаю, сварю супчик. Все дело, так даже не интернета, 2001 год, не интернета, ничего как такового у нас не было. И все вот так на глаз, что замечала, что потом подсматривала, когда бабушка готовила, что это дело. Ну, сварила я суп, что скажу, на вкус очень вкусный, но получился не суп рисовый, не рисовая каша, а что-то между. Ну, я попробовала, как бы убедила, что вкусно, но все равно вылила это все в туалет. Мужа тогда на Подоле, я жила на Троещине, я собралась, все равно его нету дома, и поехала домой. Заставила бабушку приготовить гречневый суп вкусный, вот, и еврейский. Бабушка называет этот суп, потому что у нее была подруга еврейка, и она такой вот секрет я там додавала, чтобы там 50 на 50 сливочного масла надо, ну, такое. Вот, и она мне приготовила, я налила в банку, и поехала обратно. Приехав, я это все вылила в кастрюлю, как бы выдала его за свою. Всем пришла свекров потом с работы тоже утром, муж пришел, всем очень все понравилось, как бы не заметили они подмены, потому что, как бы, я теперь, в принципе, понимала пропорции, и на следующий раз уже приготовила такой же суп сама. Вот такой вот был у меня опыт готовки в первый раз. Какие фрукты, овощи вы любите и не любите? Ну, любимые это, наверное, персики и виноград. За овощи, это у меня овощей нет нелюбимых, есть из зелени, почему-то мне не идет рукола. Ну, вообще никак. Так, а нелюбимая, вы знаете, в последнее время, вот в последний год, самое интересное, что это стала клубника, как ни странно. Вот, или я ее купила, ну, не домашнюю, а вот такую, в супермаркетах, это, и мне настолько один раз попался отротительный вкус, что вот даже сейчас вспоминаю, мне абсолютно ее не хочет, аж передергивает. Или в организме чего-то переизбыток. Я так и не могу понять, почему у меня от клубнички моей любимой появилась такая какая-то к ней антипатия. Так, дальше у нас идет любимый и нелюбимый торт. Ну, если своего приготовления, то это медовик любимый, потому что он всегда получается, всегда сочный и вкусный. А нелюбимый это торты с птичьим молоком. Несмотря на то, что я очень люблю конфеты птичьим молоком, торты не пошли, это пошло из детства, я очень сильно отравилась в гостях. Вот, и вот после этого, даже сейчас, спустя уже большое количество времени, именно такие вот суфлейные торты с птичьим молоком обхожу стороной. Так, следующий вопрос. Пользовались ли вы диетами? Ну, не скажу, что я часто сижу на диете, я не худенькая, но, как бы, диетами не пользовалась. Пользовалась молоко-чаем, это разгрузка там перед праздниками или когда там надо, чтобы животик хорошо втянулся. Он хорошо мочегонит и хорошо, как бы, да, мне нравится, он не идет. Я его хорошо пью, как бы, мне он не противен. Некоторое время я сидела на системе минус 60 Екатерины Минеримановой. Мне тоже очень понравилась система. Сошла я с нее, потому что я болела, и, как бы, надо было и малинку, и мед, а это, как бы, ну, запрещено вечером делать. И поэтому как-то сошла. И потом у меня сбился график, то есть я ночью плохо сплю, я потеряла где-то свой сон, и днем сплю, а там до 12 можно только какие-то продукты, и в итоге вот так вот. Но я планирую, благодаря этой системе, все-таки к ней вернуться и восстановить как-то свой график. Очень хотелось бы попробовать чудодейственную диету Дюкана, но боюсь навредить своему организму. Как бы худеешь, а другое калечишь. Так, следующий вопрос. Вы обжоры или нет? Ну, скорее всего, да. Я не скажу, что я мало ем, но и немного ем. Но, как бы, люблю покушать и люблю вкусно покушать. И разнообразно. Поэтому, скорее, да, чем нет. Какое блюдо вы бы ели каждый день? Ну, как это ни странно звучит, я очень люблю манную кашу, овсяную кашу. Ну, как бы, на завтрак я бы ее и ела каждый день. Как бы, для меня не вопрос. Самое нелюбимое на кухне занятие. Ну, так как я работала поваром, но перед тем, как работать поваром, мы проходили практику. Проходили практику мы у нас тут в Киеве на метровокзальной. Недалеко от нее был ресторан «Ниагара». И нас отправили туда. И вся наша практика заключалась только в том, что мы чистили картошку, чистили рыбу, чистили овощи. Вот. И теперь самое мое нелюбимое, наверное, занятие на кухне – это чистка, подготовка, то есть к блюду. Ну, там, это чистка рыбы, чистка картошки. Наверное, все-таки оно. Потому что все остальное, как бы, для меня не вопрос. Еще нас заставляли, как бы, нам по 16 лет было, и такие, знаете, тогда же не было интернета. Мы такие были не особо, как сейчас, любознательные дети. И нас отправляли гладить скатерти, складывать салфетки. Эти скатерти мы нагладили, наверное, миллион раз. А там на втором этаже было, как бы, стриптиз. Вот. И, как бы, у нас такие глаза округленные. Особенно у мальчиков ничего не могли делать. Там девочки такие пришли, ух, занимались, подготовливали танец на вечер. И мы там стояли и гладили эти скатерти. Так что, ну, после... Глажка не скажу, что я, как бы, не люблю. Но самое нелюбимое, это, наверное, чистка овощей, картошки, такого. Так, любимый салат. Ну, любимый салат, это, скорее всего, селедка под шубой. Как бы, сразу у меня ассоциации. Без какого продукта у вас... С каким продуктом у вас ассоциируется праздник? Ну, это, наверное, красная икра. Это повелось детство. То есть, если уже покупается красная икра, как бы, это было не повседневное блюдо. И, значит, да, праздник нам приходит. Так, следующий вопрос. Используете ли вы продукты питания в уходе за телом и волосами? Ну, не скажу, как это, продукт питания или нет. Это ромашка, да. Я использую ее. Делаю из нее лед. Как бы завариваю, потом замораживаю и протираю личико. Если не забываю по утрам. Также у меня есть на канале, очень люблю маску с овсянки, мандаринов, яичка или меда. Тоже очень хорошо для меня действует на кожу. Вот так. Какое блюдо вы считаете самым вредным? Ну, я не скажу, что самое вредное блюдо это чипсы, кофе. Я считаю, что для нашего организма и желудка самое вредное это вот уличная еда, эти пирожки. Непонятно на каком масле, старом, жареной, пережаренной. Это забивание сосудов. Я считаю, что самая вредная еда это именно вот это вот, жареные, как бы, уличные пирожки. Так, ну и последний вопрос. Какое блюдо вы хотели бы попробовать? Хотела бы попробовать настоящую итальянскую пасту. То, что делается в ресторане, да, технология похожа, но далеко не оно. Поэтому очень бы хотелось попробовать настоящую итальянскую пасту. Так что вот так. Ну, кому было интересно видео и мои вопросы, ответы, я очень рада. Передаю тег, кто захочет. Также ответить на вопросы было бы очень интересно послушать Жанночку с Николаева. Глафиру Абрауну, которая плохого не посоветует. Поэтому обязательно хочу ее послушать. Ташу Наташу с Москвы. Очень люблю эту девочку. Она сейчас на диете. Я чувствую ей такие вопросы. Сейчас больное место. Но просто тоже было бы интересно очень. Ну и всем, кто хочет ответить, тоже передаю эстафету. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok